друзья всем привет я рад вас приветствовать на своем канале сегодня я покажу вам супер дешевый скиммер который легко сделать не знаю за пять минут но единственная у вас должна быть конструкция к чему его подвязать у меня в теплице же пруда от и подбежал вверх суть в чем это обычная там 15 или 20 литровая канистра у меня был вырезан вверх ну как бы мне пришлось ничего делать открутил крышку и все через крышку он затекает он уже какашек накопилось сколько буквально работает ну не знаю пару минут минут пять и он все собирает я мощно хорошо туда засасывает по пузырькам видно как они туда залетают также вот это вот все фекалии все сюда залетает просто уже мне все кто кому не лень написали поставьте скиммер ну вот подумал подумал и решил никакой сетки здесь нету просто я насос сюда поставил просто он свободном положении там висит точнее висит он лежит на дне канистры засасывает воду в себя соответственно здесь меньше становится там больше она просто затекает этот край я специально чуть ниже сделал потому что иначе есть вровень сделать она он быстро опустошает ее и она поднимает а так когда низ горловина вниз опущена на все время туда затекает давайте кого-нибудь кинем это сейчас я отключу озона тараду воняет ну давайте понаблюдаем как вот это вот огромная какашка заплывет или заплывет давай туда плыви ни в настроении не стоит не стой ноги встала сразу рыбка тут тусит малюшки давайте вы где так что-то мы долго воюем с этим объектом но суть в чем вот столько за сал за пять минут еще может с этой стороны есть тоже насосает нормально учитая что это 24 часа в сутки будет происходить то засосет все что только можно ну вот допустим а кого-то не отряд сейчас посмотрим как засосет вот так вот так и будем пробовать очищать вот так и будем пробовать очищать я вспомнил одну тему то что у нас всегда лишние частицы плавают по верху по поверхности и это пределах 20 30 сантиметров толще воды ну будем пробовать может действительно дело в в этом скиммере и он действительно поможет очистить ну по крайней мере вот эти вот какашки которые он засосал да и вот это вот это муть плавает сверху уже не опустится на дно и не будет там в осадок уходить гнить и так далее будем наблюдать по сути это если насос не считать до прошлом для пруда все равно нужен бесплатная штука бесплатный скиммер есть его просто плавающим сделать но это надо что-то либо как сказать эту стойку ставить на дно что-то поставить на дно чтобы он стоял и сверху его прижать потому что иначе он будет плавать либо же еще как-то сделать но там пенопласт можно как-то чтобы он плавающий был но как бы нос придавить чтобы я затекает давайте посмотрим на вот эти два огромных объекта которых нам как он с ними справится первая выходит на разгонную полосу и плю так а второго засосет жирная большая хватит сил засосать хватило добро пожаловать в принципе я доволен все справляется какая-то мошка идет конечно если был бы насос еще помочь нет вообще шоколадно было бы но и так вот как бы я глубину убрал считайте 70 сантиметров до 70 сантиметров известно должно быть производительность вырасти вот тоже два объекта больших 1 2 3 разгоняемся четвертый пятый и феремат мы их победили вот как-то так вон рыбка там плавает малюшки единственное посмотрим как они может малек сюда заплывать в эту банку но я думаю он тоже выпадет оттуда ничего страшного и у меня проблема у меня на этом на сетке где насос там икру от металли караси что или или карты ну такая мелкая мелкая какого-то серого цвета немножко сетку подзабили производительность немножко не то не хочу чистить может кто-то вылупиться но вылупиться он сразу туда в сетку и улетит где фильтр пошел то отсюда идет через шланг и вот туда где капроновая ликвидом нейлоновая сеточка ну малек плавает все спокойно все ему нравится кушают вечно кушают заметил когда озонатор работает в воде у них прям ажор мощный мощность кислорода больше не считаю то что все условия идеальны и начинают активно поедать все что только есть ну посмотрим как себя проявит наш скиммер самодельный относительно себя хорошо он проявил вот сколько засосал уже и вот это какую-то масляную пленку видно засасывает с поверхности наверно от корма масла сайте жиры образуются когда он все это взял и засасал малек плавает мои красавчики жалко малка малом альта осталось 51 покупал на эту одну штуку ну не знаю сколько осталось но как бы не много штук 20 на 20 вот ну такую схему можно использовать только если можно подвязать к чему-то если не к чему подвязать надо вот я говорил там либо на что-то поставить приезжать либо либо как-то ну да чтобы он на месте стоял просто прижать его ну что включим озонатор посмотрим как естественно естественно будет себя вести скиммер когда будет включаться озонатор вот включился сейчас пару минутах наблюдаем и выйдем потому что дышать озоном нежелательно вот так он булькает но это не чистый озон выходит это воздух с озоном выходит потому что чистый озон был бы если через кислородный баллон бы я подавал через озонатор и сюда все выходило ну вот так вот сейчас он будет все поднимать всю грязь снизу все фекалии и сюда будет все засасываться а насос уже закидывать фильтр конечно лучше сюда сеточку поставить я может и придумаю поставлю чтобы вытащил эту сетку прочистил и обратно чтобы насос не не молотил вот эти фекалии все начинает пахнуть озоном я пошел на безопасное расстояние как говорится заодно можно вот он будет засасывать этот скиммер корм до которые вот не попал в этот кружочек плавает и если рыба его много скинула не съела он будет попадать туда и можно обратно просто брать корм и в кружок обратно складывать чтобы и корм не пропадал и рыба кушала так что такие вот дела посмотрим как он себя проявит будет ли эффект от этого потому что по данным ну ну в прудах в конечно да нужно либо донный забор но чтоб тоже это на сетку на какую то стягивалась грязь фекалии либо же вот скиммер сверху все чтоб стягивалась и уходила на фильтр вот вот будем наблюдать ладно спасибо что подписались на канал поставили лайк если остались вопросы задавайте если хотите ну чтоб я тут еще подробнее разобрал обязательно пишите сделаю новое видео и все пока увидимся в новых видео всем пока